Молодежная информационная служба Казахстана запустила в Шемкенте проект разговорного клуба жестового языка. В рамках акции любой желающий может бесплатно прийти и обучиться языку жестов. Мадина Жумодилова язык жестов знает давно, он необходим ей в работе, ведь девушка преподает в школе-интернате для глухих номер один. Жестов много, как и слов, все надо учить, но в процессе разговоров быстро учишься. Страдает, как ломает коммуникация между слышим и не слышим. У слышащих свой какой-то мир, у не слышащих свой мир, они друг друга в свои миры очень так, не хотя впускают, потому что не понимают друг друга. Вот я думаю, что вот такие вот клубы, как сейчас, да, как сегодня у нас первое занятие здесь, как разговорные, ржья, это жестовый разговорный язык, создавать так хорошо, потому что это повышает коммуникацию вообще между слышими и не слышими. Основная цель работы жестового клуба – помочь общению между слышащей и не слышащей молодежью города, ведь на сегодняшний день точек соприкосновения у них очень немного. В процессе изучения, познания культуры глухих мы поняли, что им необходимо вот это общение со слышащими людьми, то есть они очень, нельзя сказать, то ли глухие асоциальные, то ли слышащие асоциальные в плане общения с не слышащими. Поэтому мы решили как бы соединить два мира – мир слышащих и мир глухих, чтобы открыть для слышащих, что у глухих есть такая культура, что существует язык жестов, потому что многие даже не знали этого. В работе разговорного клуба приняли участие и носители языка жестов. Многие из них ежедневно разговаривают с людьми, которые язык жестов не знают, и тогда на помощь им приходит импровизация. Сегодня участники разговорного клуба изучили азбуку жестов, выучили несколько новых слов и даже побывали в роли слабослышащего человека. Без слов, только жестами они изображали то или иное слово. В планах разговорного клуба проводить уроки жестового языка каждую неделю. Всю информацию организаторы публикуют на своей страничке ВКонтакте. На сегодняшний день известно, что следующая встреча состоится 18 марта.